По некоторым данным, Леонид Брежнев, как и многие другие партийные чиновники, навещал известную провидицу Вангу. Но та беседовать с генсеком не стала. Скорее всего, причиной того, что разговор не состоялся, был вопрос, который Брежнев задал Ванге. Эта история началась с Джуны Двиташвили, которая в своё время пользовалась большой популярностью среди высших партийцев СССР. Так её услугами пользовался заместитель председателя Совета Министров Николай Байбыков для лечения своей жены. Именно Байбыков перевёз Джуну в Москву и устроил на работу в поликлинику Гасплана. Тогда пациентами целительницы стали артист Аркадий Райкин и писатель Ираклий Андроников. Они и прислали письмо Леониду Брежневу, в котором рекомендовали больному генсеку обратиться к Джуне. По словам врача Евгения Чазова, Брежнев пришёл к нему за советом и после беседы заявил, что Джуна ему не нужна. Однако существует и другая версия произошедших событий. Например, Леонид Млечин в своей книге «Брежнев» пишет о том, что Брежнев, получив письмо, позвонил Байбакову, который и поведал главе КПСС об успехах Джуны. По мнению Млечина, произошло это ещё до того, как Давидашвили получила официальный статус жительницы столицы. Она занималась лечением чиновников в Тбилиси, но в 1980 году приехала в Москву по приглашению Байбакова. После разговора с Байбаковым Леонид Ильич распорядился прописать Джуну в Москве, а также исследовать её метод бесконтактного массажа в Академии медицинских наук. Джуна Давидашвили, якобы тайно лечившая Леонида Брежнева в Кремле, и стала инициатором поездки генерального секретаря в Болгарию к слепой ясновидящей Вангелии Гуштеровой, которую все называли просто Вангой. Стоит отметить, что с Вангой вплоть до её смерти в 1996 году консультировались многие известные писатели, артисты, политики. Джуна вспоминала, по роду своей деятельности я общалась со многими правительственными чинами. И они действительно мне рассказывали, что были у Ванги, и её предсказания исполнились. Я тоже с ней встречалась, и Ванга мне говорила, что я добьюсь всего, чего хочу, но через 19 лет произойдёт страшное несчастье. В 1982 году погиб мой единственный сын. Тогда, когда Леонид Брежнев отправился к Ванге, сын Джуны был ещё жив. Если верить Инне Свечиновской, автору книги, Ванга, ещё с порога Брежнев высокомерно, и даже с какой-то насмешкой спросил слепую Вангу, «Узнаёшь меня?» Та отозвалась, «Большой начальник». После такого приветствия разговор между Вангой и Брежневым не заладился. Возможно, провидица обиделась на вопрос генсека, а, может быть, относилась к большим начальникам с некоторой неприязнью. Беседа на этом и закончилась, после чего Леонид Ильич покинул дом Ванги. Правда, есть мнение, что Ванга все же уделила время Брежневу, но разговор не продлился и двух минут. По понятным причинам, никаких достоверных доказательств того, что Леонид Брежнев действительно навещал Вангу, не существует. Евгений Чазов утверждал, что никто из государственных лидеров никогда не прибегал к помощи целителей и экстрасенсов. Тем не менее, Чазов, вспоминая ту же Джуну, приводит несколько противоречивых фактов. К примеру, по свидетельству кремлевского врача, Брежнев после беседы с Чазовым почему-то сказал, «Позвоню Буренкову, в то время министр здравоохранения СССР, пусть медики разберутся». Зачем генсеку, который не увлекался ничем подобным, вдруг понадобилась проверка Джуны медиками? Проверка, как писал Чазов, была организована в Институте неврологии и закончилась безрезультатно. При упоминании об этом в своих мемуарах Евгений Иванович использует слово «кажется». Мало того, академик Юрий Гуляев рассказывал, что Леонид Брежнев попросил ученых разобраться с Джуной, лечит она генсека или калечит. Получается, что Брежнев услугами Джуны все-таки пользовался. Также под принципиальным признанием чудодейственных способностей Джуны подписались многие академики – Амбарцумян, Велихов, Гвишани, Котельников, Рыбаков, Потон, Микулицкий и другие. И Евгений Чазов не мог об этом не знать. Другое дело, что желание Брежнева проверить Джуну говорит о некоторой недоверчивости к такого рода людям. Данным обстоятельством можно объяснить и на первый взгляд нахальный вопрос, который Леонид Ильич задал в Анге при встрече. Субтитры создавал DimaTorzok